Я сейчас зашла, дочке отдала сумку со всеми тем, что она просила. Первая часть вообще школьники. Ещё так приятно на этих артистов смотреть, когда они ещё такие молоденькие все, хорошенькие. И приготовлю с вами сейчас вместе куриное филе по-китайски с соевым соусом. Он вообще очень сильно солёный. Поэтому, если вы любите недосоленное что-то, лучше положите меньше этого соевого соуса. Там не две, скажем, а полторы. Ой, пахнет как всё. А когда готовилась вот эта курочка, я, девочки, крышку открыла, чтобы помешать. А оно так вкусно пахнет, просто нереально. Девочки, начинаю новое видео. Хотя, в общем, только недавно закончила предыдущее. Я сказала вам, что сегодня больше делать ничего не собираюсь. И не собиралась, на самом деле. Дочка позвонила. Она же у меня сейчас болеет. Попросила сходить забрать заказик Хаберлик. И зайти в аптеку. Кусить нурофен. Силопчик и боржоми. Ну вот уже в одну аптеку я зашла. Рядом с домом. Там нету. Она сказала, что это сейчас... Его сейчас просто уже не завозят. Или какие-то там переборы с поставками. Ой, лужи, скользко. Сейчас иду на конечную. Там у нас несколько аптек. Но если там не будет, тогда не знаю. Ну, надеюсь. Тогда, ну, самое главное, что нурофен, если что, Дэнни понадобится. Она, так как взрослый человек, может чем-то другим заменить. Вот. Ну, болеет человек больным, родным, близким. Надо помогать. Поэтому я вышла из дома. Пока видео у меня обрабатывается. Я хотела сегодня это видео смонтировать. Может быть и смонтирую вечером. А может быть утром посмотрю. Если силы останутся мантировать. Вот. Так что сейчас самое главное выполнить просьбу дочке. Доставить ей то, что нужно. И потом будет видно. Ну, в общем, вышла на улицу. Включила камеру. И, как всегда, как говорится, продолжение следует. Вот тут у нас наконечный мини-рыночек. И свежая рыба, и соленая рыба есть. Дон недалеко. И донская рыбушка тут продается рядом. Вот. Ну, мне сейчас рыба не нужна. У меня пока что есть продуктов полно. В другой раз. Вот пойду сейчас на ту сторону. Девочки, иду я, иду. Смотрю распродажи Беларусь. И слышу там какой-то громкоговоритель. Я так поняла распродажи какой-то детской обуви, что ли. Не знаю. Пойти посмотреть. Очень интересно, очень интересно. Сейчас посмотрим, что тут. Что тут такое. Ой, что-то там люди. Девочки, зашла и посмотрела обувь. А эта обувь, оказывается, не детская. А взрослая, в основном, женская. Там для пожилых людей. Такая вот. Ботиночки, сапожки там по 3-3,5 тысячи. Ну, меня это не интересует. Так что я погнала дальше. В общем, все взяла, чтобы дочь просила. Снила автобус. Несколько остановок проведу на автобусе. Я сейчас зашла, дочке отдала сумку. Со всеми тем, что она просила. В общем, дочка говорит, что не заходишь. Я говорю, я в маске. И я не хочу заходить, не хочу заражаться. Потому что, ну, мне уже, например, болеть не хочется. У меня самоизоляция. Я сижу дома без надобности, не вылазиваю. Ни по магазинам, ни по гостям, никуда. Поэтому, ну, посижу я даже, может быть, там пообщаюсь, например, часик, полчасика. А потом что? Буду болеть, тратить деньги на лекарства и буду плохо себя чувствовать. Так что лучше поберечься, лучше немножечко дистанцироваться. По связи мы на связи, если что. По видеосвязи можем пообщиться, по телефонной связи. Не знаю, вы меня слышите или нет, ветер дует. Мне кажется, слух задувает. Ладно, в общем, девочки, побежала, я домой. Все. Все, девочки, я пришла домой. Фу, на голове под шапкой. Что происходит? Какой-то кошмар. Ложишься и все. Короче говоря, ничего делать сейчас не буду. Я пока домой поднялась. Я чувствую, что я устала. Сегодня как-то у меня беготня какая-то получилась. Вообще, ну, Настю я отвезти на тренировку должна была. Это я знала заранее. А вот то, что дочка попросила сходить и привезти ей там кое-что. И, в общем, это уже было непредвидено, но необходимо, нужно. Так что я пока это сделала. Мои силы закончились. Но, в принципе, ничего страшного. Мне не срочно, мне прям не срочно сегодня видео монтировать. У меня еще завтра есть день, поэтому завтра этим с утра займусь. А сейчас лягу смотреть сериал, буду отдыхать. Вот так. И кушать вкусняшки, которые я сегодня купила. Доброе утро, девочки мои. Погода какая сегодня. Плюс один градус. Или даже два. Плюс один. Небо, смотрю, голубое, чистое. Но ветерок такой, вроде, нешуточный. Прямо с порывами. Прохладненько. О, дерево колышется. Мне, кстати, в комментариях написала одна подписчица. На эту ветку смотрит сломанная. Она не сломанная. Это просто ветка какая-то, видно, отлетела сухая. И она корягой вот так вот зацепилась за сухую ветку. И никак ее ветром не снимет. Я все жду-жду, когда ее снесет. Вот она мне тоже уже глаза мозолит. О, какие порывы сильные. А небо какое красивое. О, какая красота. Там солнышко где-то. Ух ты. Вот когда выглядывает солнышко, прямо классно. Но то, что ветер, конечно, не очень. Ну, в общем, нормальная погода. Я сегодня дома. Ну что, девочки мои. Я проснулась. В общем, даже уже смонтировала коротенькое вам видео. В довесок к концу января. А сегодня уже снимаю видео. Это уже на февраль пойдет. В общем, решила я сегодня начать дело. Утро начать, вернее, с приведения себя в порядок. Решила я сделать вот этот микропилинг. Это шаг А, Б, Ц. Это от Фаберлик. Я вам уже как-то это дело показывала. Ну, в общем, тут я буду пока делать и поболтать с вами хочу. Первый, это у меня вот такая прозрачный гель. Наносить его надо не больше, чем на 10 минут. Вот так вот кисточкой наношу. Подготавливает кожу. Я, кстати, вот эту процедуру собиралась уже несколько дней сделать. И представлять некогда было совсем. Ну, делала что-то другое, там, масочки. Ну, прям решила сделать чисточку. Вот, хотела вам сказать. Смотрю я сейчас сериал. Я вам в прошлом видео сказала. Я начала смотреть первую часть. Сериал называется «Тайный знак». Первая часть называется «Хозяин». Первый сезон. «Тайный знак 2» называется «Возвращение хозяина». И вот сегодня начала смотреть «Тайный знак 3» называется «Формула счастья». Одни и те же герои. Вообще там в главной роли Смоленинов хороший такой артист. Но первую часть начали снимать еще в 2002 году. А вторую часть уже в 2003 сняли. Ну, вот эту третью часть не знаю в каком. Но они немножко повзрослели, уже видно. А первая часть вообще школьники. Еще так приятно на этих артистов смотреть, когда они еще такие молоденькие все, хорошенькие. Ну, в общем, интересный сериальчик меня захватил. Ну, может кому-то и не понравится. Там, в общем, первая часть вообще, она как бы больше всего мне понравилась. Вторая часть уже, как всегда, в общем, во всех сериалах. Первый сезон самый интересный. А потом уже немножко начинают делать вкрапления. Не очень интересно. Ну, так, в общем, нормально. Все равно заинтересовался. События продолжаются. Мне интересно посмотреть, что там будет дальше, чем все дело кончится. И, в конце концов, кто же на самом деле этот хозяин, который устраивает всю вот эту всю байду, которая там происходит. В общем, короче, нанесла вот эту первую я шаг А и 10 минут держу. Ну, я держу 10 минут, там написано до 10. У кого-то, если может возникнуть аллергия, значит, надо смыть раньше. Ну, мне нормально она заходит. Вот. Смоем, потом шаг Б. Это уже микропилинг происходит. Нанесем шаг Б. Вот. Сейчас я сделаю уход. Сделаю лицо. Потом приведу волосы в порядок. И хочу кое-что сегодня приготовить. У меня сейчас размораживается филе. Куриное. Куриное филе. Хочу приготовить одно блюдо. Я его давно уже очень не готовила. Ну, вот, захотелось мне его сделать. Так, вернусь к вам, когда смою все это. Все, я смыла. Смыла это дело. И сейчас быстренько лицо я промокнула. И пока оно еще прям не совсем сухое, такое едва влажное, я уже наношу быстренько скрабик. Этот скрабик, этот пилинг. Такой микро-пилинг. В общем, наношу я щедро, не жалея, вот этот вот крем, шаг второй. Я его обычно наношу сначала, а потом начинаю его слегка массировать. Главное, не переусердствовать, чтобы потом не осталось красных пятен, которые, ну, потом долго проходят. В принципе, он такой весь крем хорошенький. Вот, ну и все, нанесу сейчас. Кто-то может спросить, как вы, когда вы умудряетесь и готовить, и снимать, монтировать, и сериалы, по 8 серий смотреть в тень. Ну, там 8 серий, они идут 6 часов, но я как бы их смотрю с перерывами, пока вот что-то сделала, раз, легла отдохнуть, включаю продолжение. Да, я еще поглядываю на влоги своих девочек, ну, и других там некоторых любимых блогеров. Ну, а что, человек дома сидит, что делать? В такую погоду, честно говоря, не люблю вылазить я. Хотя, конечно, есть люди, которые мне прямо как настоятельно рекомендуют гулять по 2 часа в день и все такое. Ну, я-то знаю, что это полезно, да? Я же не маленький ребенок. Ну, вы знаете, иногда хочется делать то, что хочется, а не то, что надо. То, что надо, то, что полезно, то, что вредно. Все это я знаю. Взрослый человек, уже много лет живу. Ну, иногда я иду на поводу своих желаний и кайфую от этого. Ну, сто лет жить-то я, как бы, вроде и не планирую, что сто лет. Что делать сто лет? Сколько проживу, столько проживу, ну, хочу получить удовольствие хотя бы уже сейчас, когда дети взрослые, когда уже на работу ходить не надо. Человек сам себе предоставлен. Вот делаю, что хочу. И ем, что хочу. Конечно, придерживаясь я, стараюсь там иногда придерживаться правильного питания. Не, на самом деле, питаюсь я нормально. Я считаю, что я готовлю сама себе. И, в общем, продукты покупаю хорошие. И готовлю такое. Ну, редко, когда что-то прям вредненькое такое. В принципе, как бы нормальное питание. Единственная, конечно, моя слабость, это сладюшки и после шести покушать. Вот это вот слабость. Если бы мне вот это убрать, особенно после шести, вот не есть, но я не могу ложиться спать голодной, я не могу уснуть. Вот в этом сложность. Тогда было бы всё хорошо. Ну, я надеюсь, весна, уже когда будет уже такая весна, тёпленькая, знаете, вот градусов так 15, солнышко, птички, листочки-то начнут распускаться. Вот тогда я крылюсь. И у меня может даже возникнуть мотивация начать худеть. Посмотрим. Сейчас в такую погоду не хочу я рисковать своим душевным состоянием. А то я могу впасть в депрессию, знаете. Так, всё, пора смывать, а то сейчас натру себе. Так, второй шаг я смыла. И теперь самое приятное, шаг третий, шаг С. Такой вот крем, очень приятный, успокаивающий. Мне он очень нравится. Такой классный крем. Лицо такое нежное, нежное становится. Просто прелесть. Ой. Удовольствие. И пахнет даже приятно. Классно. Ну вот, наконец-то я сделала это. Собиралась долго. Хотя это всё делается очень быстро. Ну, так как я снимаю, поэтому у меня дольше немножко. Хотя, в общем-то, и не сказать, что сильно долго. Так, ладно, девочки мои. Всё, я закончила вот этот свой уход. Ой, какая красота. Ой, какое нежное. Вот это вот. Крем классный. Просто вообще. Удовольствие видно. Всё. И шею заодно. Выможу остаток на шею. Ой, кайфую я. Так, сейчас надо волосы в порядок привести, потому что на голове у меня чёрт-те что. Поэтому я собрала. Вот. Ну, и мясо сейчас немножко разморозится. Я что-то его заморозила. А, ну, когда это я доставку позавчера? Ну, правильно сделала. Ладно, правильно сделала, что заморозила. Так. Всё, попозже к вам вернусь. Кайфую, девочки. Кайф, кайф. Всё, девочки, волосы привела в порядок я. Искупалась. В общем, надела тёпленькую, вот эту любимую свою с начосиком костюмчик. Прохладно что-то в последнее время у меня в квартире. Не только у меня, у соседей тоже. Но в этом году, как выяснилось, хуже топят. Почему, не знаю. Обычно всегда жара. А сейчас прохладно. Ну, что поделаешь. В общем-то, я уже пообедать успела. Ещё пару серий посмотрела, сериальчик этого. И решила сейчас уже заранее приготовить ужин. И приготовить блюдо, которое я как-то один раз готовила. Тогда я готовила строго по рецепту. Но некоторые корректировочки я внесу. Маленькие, такие незначительные. В этот рецепт и приготовлю с вами сейчас вместе куриное филе по-китайски с соевым соусом. Это будет с погливочкой, такой вкусненькой. И на гарнир можно приготовить рис или макароны, кому что нравится. В принципе, всё, что угодно. Но мне кажется, с курицей очень хорошо сочетается рис. При том, что это по-китайски. Всё-таки рис, он будет более как-то гармонично с этим блюдом. Ну, я сварю рис. Пакетик риса сварю так на две порции. Вот, значит, ну давайте уже начнём, короче говоря. Сейчас буду показывать и рассказывать. Нам для этого блюда понадобится куриное филе. Ну, в этот раз я беру бедро из кожи и косточки. В прошлый раз я делала с грудки. Но на самом деле грудку я не очень-то люблю. Ну, кто на диете, диетическая грудка, это всё-таки более диетичная, да. Значит, филе нужно разрезать кубиками, такими небольшими. Сантиметров два, два с половиной, три. Вот такие, вот такие кубички я сделаю. Вот такие небольшие. Так, и что нам ещё понадобится туда? Соевый соус, растительное масло, ложка сахара, приправа для курицы, кетчуп и болгарский перчик. Ну, перчик я сделаю целый. В прошлый раз я делала половинку. Там по рецепту вроде половину достаточно. Но на самом деле, когда перчика побольше, этот перчик очень хорошо там сочетается с этим блюдом. И поэтому я решила сделать целый, а можно сделать даже, и не знаю, полтора-два перчика. Ну, вот один перчик у меня заморожен лежал в морозилке. Вот он лежит, размораживается пока что. Хотя его под водой положить, он быстренько очень разморозится. Перчик тоже надо будет порезать небольшими кусочками. Так, ну всё, сейчас я дорежу вот это и продолжим. Такие небольшие кусочки. Можно покрупнее, кому как нравится. Это будет дело с подливкой. И, в общем-то, ну, я люблю небольшие такие кусочки. Не очень большие. Вот так достаточно. Так, раз, раз. Сильно мелкие тоже не надо делать. Всё. Раз, раз. У меня ещё не до конца даже разморозилось. Но ничего, оно сейчас пока полежит в соусе. Оно да, разморозится. Так, под воду сейчас положу перчик. Он сразу размятнет. Так, перец я помыла и решила сделать два перца. Всё-таки мне в прошлый раз показалось, перца маловато. Мне вот как-то хочется побольше его. Он очень вкусный в этом блюде. Так, просто его порежу вот так вот. Кубиками по сантиметру примерно порежем. Всё. Я буду готовить это блюдо в мультиварке. Вообще, просто его можно приготовить, конечно, в кастрюле, на плите. В режим тушения поставить и всё. Но в режим тушения мне нравится готовить вообще в мультиварке. Там хорошая среда такая, создаётся температура. Крышка плотно закрытая. Ну и в общем, не надо переживать, чтобы там подгореть или что-то. Нормально всё приготовится. По таймеру выключится всё как надо. Так, добавляем сюда дальше. Сейчас вот это уберём. Соевый соус 2 столовые ложки. Имейте в виду, что соевый соус, он вообще у меня вот такой классический. Он вообще очень сильно солёный. Поэтому, если вы любите недосоленное что-то, лучше положите меньше этого соевого соуса. Там не 2, скажем, а 1,5. Ну, у меня не 300 грамм, а 400 грамм здесь фарша. Не фарша этого, филе. По рецепту 300 грамм. Поэтому я 2 ложки кладу и всё. Так, столовая ложка сахара. Я уже отмерила здесь сахар. Солить мы не будем, потому что соевый соус солёный. Сейчас чуть-чуть перемешаю. Столовая ложка кетчуп. Обычный, любой кетчуп положите, какой вам нравится. У меня простой классический, красная цена. Как раз для этого блюда в самый раз. Кетчупа можно прям полную ложку положить. Он тоже хорошо здесь очень вписывается в это дело. Так, перемешаем ещё чуть-чуть. Столовую ложку положим приправа для курицы. Тоже у меня обычная, красная цена. Какая есть, такую вы можете положить. Перебарщивать я не буду с приправой. В общем, так, не полную ложку. Вот столько, вот видите, да? Этого будет достаточно. Вполне будет достаточно. Так, и 2 столовые ложки положим вкусное масло, растительное масло. Всё, теперь всё хорошенько перемешаем. И дадим постоять минут 5-10, чтобы оно немножечко как мариновалось. И потом отправим в мультиварку. Пусть чуть-чуть постоит. Всё, настоялось оно немножечко всё это. Я выбрала режим тушения 30 минут. И отправляю всё это в мультиварку. И пусть оно тушится до готовности. Ну и параллельно, пока у меня тушится корочка, я решила сварить рис. Вот, вы знаете, очень удобно вот эти пакетики тем, что пакетик один сварила, это как раз вот на 2 порции. Ну такие, средние порции. Небольшие, немаленькие. И можно в следующий раз уже гарнир другой сделать, чтобы разнообразие было. И удобно, вот я, например, смотрю сериал, сейчас пойду смотреть дальше. А мне не нужно будет потом процеживать рис и так далее. Просто пакетик достану, когда он сварится, и всё. Очень удобно. Надо ещё купить. Так, всё, курочка моя приготовилась уже. И рис у меня сварился. И мне что-то захотелось, не знаю, может быть, потому что солнышко светит в окошко. И прям как-то весной так, знаете, повеяло чуть-чуть. Захотелось мне свежего салатика. Огурцы, помидоры, лучок, зелень. И хочу полить это маслом, таким, которое с запахом. Оно такое тоже мне почему-то весну напоминает. Я не знаю даже почему, с чем это связано. В общем, вот такой салатик сделаю немножечко. И буду кушать уже пора. Пора уже поесть. Так, хорошо, клёво. Какая красота получается у меня. Оп, оп. Одного помидорчика хватит. И зелень немножко. Ой, пахнет как всё. А когда готовилась вот эта курочка, я девочке крышку открыла, чтобы помешать. А оно так вкусно пахнет, просто нереально. Всё это, в общем, ароматное. Ой, какая красота. Так, а где масло я это положила? Я его положила в холодильник, потому что я его использую только в салаты. Получается редко. Ой, как пахнет вкусненько. Чуть-чуть салатика. Салатик маслица. Всё, у меня готово. Сейчас накладываю в тарелочку и буду есть вот такой салатик красивенький. О, какой вкусный у меня получился ужин. Всё, у меня и рис тут с подливочкой, и вот эта курочка, салатик, компотик. И хлеб отрубной. Всё очень вкусно и полезно. Сделайте, девочки, вот такое вот блюдо, и будет вам счастье. Ну всё, у меня готово. Мне уже не терпится, я уже с рыною зашлась, не терпится попробовать. Больше всего меня интересует вкус курочки. Правильно ли я сделала по соли? Соль именно, вот это вот соевый соус. Да, для меня это нормально. Я досаливать не стала бы, но те, кто любит посолонее, можно просто сделать чуть больше соевого соуса. А вообще очень вкусно. И рис с подливкой. Нереально вкуснота, девочки. Тает во рту прямо. Салатик. Как я себя люблю и балую, да? Почему бы и нет вообще? Вообще иногда хочется что-то такое приготовить вкусненькое, что-то своять такое эдакое, да? А иногда бывает ничего не хочется, что он пельмишки сварил, яишенку сделал, все дела по-быстрому. Ну-ка, да как. Вот сегодня, видите, у меня настроение. Приготовить я приготовила. Все, девочки, я хочу с вами попрощаться. Я уже на сегодня сделала все, что запланировала, все, что хотела. Сейчас спокойненько буду кушать, не торопясь. Включу сериал в продолжение. И буду отдыхать дальше. Сегодня делать больше ничего не собираюсь. Ну, а вы, мои хорошие, ставьте лайки, кому видео понравилось. Пишите комментарии. Подпишитесь на канал, кто забыл подписаться. И все, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok